оп и вы продолжаете смотреть мой проект моей трансформации прошла еще одна тренировочная неделя прошло 4 тренировки по поводу спины две недели уже как я ее не закачиваю не делаю ни чека и наклонов и как я и предполагал так эти предположения подтвердились спина стала лучше себя чувствовать перестала болеть после тренировок на утро немножко поболит но к обеду все проходит если отдыхать еще один день то весь этот день я чувствую себя абсолютно хорошо и на данном этапе я вот делаю такой вот что нагрузка идет на спину за счет классических упражнений потому что веса уже хорошие 80 90 процентные а наклоны нчк будут идти как дополнение к дальнейшему укреплению мышц спины поясницы что касается остального колено практически перестала болеть она не беспокоит единственное момент такой присутствует небольшое небольшая боязнь травмироваться и поэтому я его лишний раз бинтую чтобы на большом какой-нибудь весе опять это не повторилось улучшились показатели в беге как я уже говорил я каждую тренировку перед тренировкой делаю пробежку к сожалению не могу ее снять потому что все тренировки после 7 часов и в это время уже темно ну а так вообще позитив присутствует во всем начиная вот от различных дополнительных каких-нибудь процедур и заканчивая самих тренировок потому что после каждой контрольной тренировки прибавляя в личных результатах я соответственно вносил корректируя в подсчете в процентном подсчете своих тренировочных весов и мне удается их выдерживать ну думаю что прогресс будет и в дальнейшем и этот прогресс покажет следующая контрольная тренировка которая будет через неделю получается такой небольшой перерыв в три недели между тренировками контрольными но это нужно потому что потом уже после контрольной тренировки через две недели начнется неделя соревновательная неделя где я буду поднимать по-моему на 4 или на 5 день ну вот и все больше новостей никаких да и возможно не всем это интересно поэтому плавно переходим к тренировке ничего своей подготовки менять не стал тем более не за горами уже соревнования и смысла в общем-то нет менять по-прежнему не делаю тяги не делаю приседаний просто чтобы не не дай бог что-то случилось со спиной пройдет достаточно времени прежде чем она пройдет также как вот с кистью немного подвихнул и теперь после каждой контрольной тренировки когда приходится работать на больших весах немного сказывается это потом ноет несколько дней специальная разминка протяжка до груди с подрывом ну как всегда комплекс комплекс разных упражнений анализирую что не разогрето что плохо включается все это зависит естественно от разных причин там не только от того как размялся на тренировке вот это упражнение мне очень нравится в общем-то никаких таких усилий не прикладываешь но заставляет руки втыкаться такая концовочка хорошая для рывка отработка идет ну здесь вот немного в уходе руки надо вдоль туловища груди немного тянуть а я сразу же падаю и мне не очень нравится такая небольшая дуга получается здесь тоже не особо доработана или это был просто первый подъем нужно ближе к телу скоро контрольная тренировка веса где-то дня за три за четыре большие я не поднимаю уже идет чистая такая 70 процентная работа это еще не подводка но даже не четыре три дня за три дня это практически там 1 2 тренировки это это для того чтобы потому что хоть я и не делаю тяги приседания овсяну ноги забиваются потому что после приседаний я все равно на станке еще добиваю мышцы рывок стойку плюс сет сейчас немножко впереди всех принял носочки вот съем уже нормально раньше я задирал таз сейчас хорошо как только таз начинает двигаться вверх и одновременно станка открывается от помоста не знаю сейчас посмотрим как это будет выглядеть на больших весах хотя 50 килограмм это уже больше 50 процентов в рывке еще нет уверенности что поймал вот именно подрыв я уже говорил об этом вроде бы чувство штанги хорошие понимаю где в подрыве находится но не могу понять где ну по самоощущениям где происходит для меня наилучший такой тяговый момент сейчас вот хочу как раз на видео посмотреть еще оценить жалко не тренера который мог бы сразу же после подхода сказать как было бы правильнее а я бы уже по ощущениям прикинул потому что от моего комментария до этой снимки отделяет больше чем несколько дней поэтому все ощущения уже забыто где был там этот подрыв ну съем хороший для рывков сет немного просаживаюсь все таки нужно чуть ниже ну к сожалению не делаю ухода с плеч из-за кисти все страхуюсь лучше как говорится не доблить вообще всегда завидовал немножко с таким с юмором ленивым в спортивном зале потому что когда ты пашешь и не контролируешь вот этот период отдыха готов чуть ли не каждый день пахать ты запахиваешься переходишь в процесс такой перетренированности недовосстанавливаешься и слабо прогрессируешь и всегда с таким с черным нюмом можно сказать всегда завидовал ленивым потому что смотришь в зале то толком не бывает а придет папаша то идет на на породней смотришь и вроде прибавки существенные в этом как раз есть смысл то что вот они как раз рационально ты и отдыхают ленив в этом смысле идет им на пользу до какой-то степени потому что рано или поздно спортсмен при повышении квалификации выходит на тот уровень когда действительно нужно и две тренировки в день делать при соответствующей фарм поддержки а вот эта пахота она как раз и закладывается с первых тренировок на грудь стойку но в принципе тоже нормально я в плане съема толщу кто четкий такой стал иногда в локтях потряхивает конечно это из-за такого неконтролируемого подъема когда выкидываешь вверх ловишь в самом конце на выпрямленных руках и штанга просто-напросто выбивает тебя в локтевых суставах нужно ее все-таки чуть-чуть дожимать самом конце иначе так и будет на соревнованиях сейчас ноги немножечко нечетко расставил вот сейчас лучше наивысшая точка подъема должна совпадать с расстановкой ног то есть должно быть одновременно как щелчок кнута такой удар ногами и втыкание рук не должно не опаздывать ни руки ни ноги спина практически не беспокоит тренируюсь в общем-то как спортсмен раньше всегда переживал анализировал от чего болит по утрам а сейчас просто живу как бы с жизнью спортсмена все мне хорошо вот после соревнований после кубка россии уже постараюсь что-то предпринять перейти на какие-то добавить упражнения скорее всего на ноги и немножко начинаем загружать их да не обратил внимание смотрю смотрю рассказываю вот здесь рекорд личный пока в стойку 80 1085 килограмм это очень хороший показатель при толчке 102 килограмм ну вот и все до встречи на следующих тренировках